Добровольная болезнь во имя здоровья. Как это понимать? Один из посетителей канала оставил отзыв о моем 40-дневном голодании суточном. Говорит такой больной слабый человек. Ну что делает болезнь в первую очередь? Она, естественно, ослабляет человека. Его жизненная сила тратится не на то, чтобы он скакал, штреболял, а на то, что борется с болезнью, недугом, чтобы выжить. Естественно, человек слабый, выглядит плохо. И это ясно и понятно. Что делает голодание? Вот голодание вроде бы тоже делает человека слабым, слабым, но не больным. Это разные вещи. Так вот, когда у человека, ну допустим, вот человек живет, он и не знает, что у него имеются какие-то, какое-то предположение к каким-то болезням, что семена этих болезней уже имеются в организме и они со временем дадут сходы. То есть надо только еще там год-два-три подождать, и это все проявится в полной мере. Что делает голодание? Так вот, когда человек начинает голодать, то он добровольно, ну, будем говорить, начинает болеть, а именно не столько болеть, как его организм начинает, начинает работать с теми причинами, с теми семенами, имеющихся у него внутри болезней. И, будем говорить, на голоде происходит разного рода там обострение, что-то там заболело, что-то еще. Но все это быстро проходит. То есть голод позволяет, добровольно взяв на себя болезнь, взяв, так сказать, страдание, болезнь это еще и страдание, что вы это дело контролируете. То есть болезнь, она проявляется... О! Побежал петушок. Видите, он как неконтролируемое явление. И это очень плохо. Ах! Заболел ангиной. Ах! Заболел там печень. Ах! Заболели почки. Ах! Заболели суставы. Ах! Заболело сердце. Легкие там. Предстательное. Половые органы и так далее. Там удали. Голова в том числе. Ага. Вот видите, ходит сам по себе. Петушок-фазан куда-то он уже штребанул. Ага, вот он. Вот отошел. Все. Его не видят. Значит, можно ходить. Ну, ладно. Вот. Так вот это все, что имеется в организме, голод прекрасно проявляет. Где у вас там имеются гнойники? Все это начинает скрываться. Оно и выходить. Где там имеются очаги болезней? Начинается работа. Там возникают боли. Там возникает еще что-то там такое. Тоже это внешне проявляется так или сяк. Вот. То есть вы наглядно видите. Особенно... Ну, допустим, голодаешь, грубо говоря, там неделю. Только раз с очередной клизмой выходит нечто такое непонятное. Противное, мерзкое, зловонное и болезненное. Опа, голодаете там дальше. 21 там, допустим, день. Еще может выйти больше. Какая-то страшная там такая вот непонятная. Там жижа или еще что-то там такое. Голодаете за 30 суток? О! Начали мочиться только раз резь по мочевому каналу. Камушки пошли. Там или вообще какая-то такая черная ерунда выскочила. Похожая на тушь. Только немножечко более вязкая. Не жидкость, а вот такая какая-то субстанция типа жидкого киселя. Черная. Из мочевого канала. Что ж там такое делается? То есть на голоде вот это вот явление добровольной болезни во имя здоровья проявляется как никогда хорошо. И человек, если он голодает, то он на будущее обезопасивает себя от разного рода болезней. То есть он их контролирует, он их содержит. И он не дает им развиваться, устраняет. Вот это примерно в большинстве случаев, когда человек регулярно голодает. Там конечно имеются и свои особенности, что человек может заболеть. Но это больше уже относится там к его нравственным качествам, которые и действия которых никто не отменял. И они как действовали, так и действуют. Несмотря на то, что питается человек хорошо, голодает. Но при этом в сознании у него беспокойство, которое дает свои, так сказать, плоды в виде недомоганий совершенно иного характера. Ну так вот, естественно вы будете выглядеть на голоде слабыми. В какой-то степени даже больными. Поэтому это нормальное явление, которое голод должен провести. То есть ваш осознанный отказ от приема пищи должен произвести определенную работу, которая вот так вот выражается. Вот, а дальше правильный выход должен быть. И, будем говорить, организм освобожденный от разного рода вот этих вот семян, болезней от того, что что-то внутри тлело. Вот он начнет восстанавливаться быстрее, силы уже не будут тратиться на сдерживание какого-то хронического очага инфекции. И так здоровье существенно улучшится. Все основные показатели. Интересно, конечно, происходит при очищении соединительной ткани. То есть у вас улучшается гибкость. Причем, значительно может улучшиться, но в зависимости от сроков голода. И повышается выносливость. Словые показатели я бы не сказал, что они увеличиваются. Они примерно такие же остаются, как и были. А вот зато выносливость возрастает в разы. Вот что интересно отметить. Опять-таки, все зависит от сроков голодания. Так, чтобы так хорошенько почувствовать эффект. Ну, это первые результаты будут так. Неделька голода. Более существенные две недели. И вот после трех недель вы уже так почувствуете, ого-го. Хороший результат. Ну, а так, чтобы хорошенько обновиться, но это уже, это к этому подготовиться, настроиться. Это так, насколько редко бывает, что берется. Это уже суточек за тридцать, под сорок. Ну, тогда, грубо говоря, примерно месяца через два после этого голода, ну, вы почувствуете себя действительно обновленным человеком. Я не раз ловил себя на мысли, что вот после голода такое ощущение, как ты получил новое тело. Его, естественно, оно такое чувствительное. Не хочется там вареной пищей загрязнять, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Потому что она сразу же реагирует. На свеженькую она реагирует. Вот так вот. Вот. Как только что-то там вареное, даже там каша или еще. Сразу она так становится. Как бы сказать, значит, стопорнется и дальше так же будет. Несмотря на то, что вы даже, может, дальше будете использовать свежее это питание. То есть вы его осадили. Вот что касается голода и внешнего вида на голодание. «Да, мы перьями.» Али.